Игорь и Александра Дибровы, жители Тольятти, увидели в интернете, что в Самаре появилось новое современное пространство для отдыха и преодолели почти сотню километров, чтобы прогуляться по благоустроенной вертолетной площадке. Специально выехали пораньше, когда основная масса посетителей еще на работе. И не пожалели виды на Волгу, и новый дизайн площадки приятно удивили. В восторге от того, что здесь сделали, очень круто. Теперь очень хочется, чтобы это все сохранили, поменьше мусорили. Все сделано как-то очень современно, прям продумано до мелочей. Какие-то вот качели, лавочки. Супер, побольше бы таких общественных пространств. Вертолетку открыли после масштабной реконструкции в первый день июля. С тех пор площадку посетили уже более тысячи самарцев и гостей города. Отдыхающие здесь есть постоянно. Приезжают, как и прежде, молодожены, гуляют в семье с детьми, собирается компаниями молодежь. И, к сожалению, не все помнят о правилах поведения в общественных местах, рассказывает председатель городской думы Алексей Дегтев. На площадке уже зафиксировали несколько случаев вандализма. Некоторые отдыхающие похищают и портят уникальные растения. И даже пытаются деформировать ограждения, которые специально сделали тонкими и изящными, чтобы ничто не мешало наслаждаться природной красотой. Мы сюда вложили колоссальные ресурсы. В первую очередь человеческие. Это архитектурный дизайн, это финансирование, это человеческий труд. Работа проведена просто колоссально, мы это видим. То есть уникальная ландшафтная композиция, многообразие растительности. Конечно, задача не только создать, но и сохранить и приумножить. Потому что недопустимо превращать это в место общественного питания, распитие спиртных напитков и все, что связано с вандализмом. Давайте, уважаемые самарцы, еще больше полюбим это место, будем дорожить им, будем его приумножать и гордиться. Напомним, на территории появились трехуровневая терраса с прогулочными аллеями и смотровыми площадками, места для отдыха с навесами и лежаками. Дорожки проложили так, чтобы сохранить существующие деревья и другие растения. Кроме того, на территории высадили и новые кустарники, цветы, травы, напоминающие о лугах декоративные злаки, тысячелистник, горные сосны. Общая площадь озеленения составила 6,5 тысяч квадратных метров. Благодаря этому удалось сохранить ощущение настоящего уголка природы, откуда в любое время года открывается потрясающий вид на Волгу и Жигулевские горы. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.